Я помню чудное Как мимолетное Надо напирать на этот звук Очень нежно Как мимолетное Очень все просто Еще разочек Я помню чудное Мгновенье Передо мной Явилась ты Как мимолетное Виденье Как гений Чистой красоты В том леньях Грусти безнадежной В том леньях Грусти безнадежной В тревогах Шумной суеты Звучал Мне долго Голос нежный И снились Милые черты И снились Милые черты И снились Шли годы Бурь порыв Мятежный Рассеял Прежние мечты И я забыл Твой голос нежный Твои небесные черты В глуши Во мраке Заточения Тянулись Тихо Дни мои Без божества Без вдохновения Без слез Без жизни Без любви Без любви Сколько минуло лет с того чудного июльского дня 1825 года, когда Пушкин протянул почтовый листок со стихами Анне Петровне Керн. Давно осиротела Михайловская. Забылось, что Пушкин просил когда-то Глинку написать романсные его слова. Прошло 15 лет. Глинка снова вернулся к Пушкинским стихам и написал романс. Но не Анне Петровне, а ее дочери Катеньке, Екатерине Ермолаевне. Она была нехороша собой. Даже нечто страдальческое выражалось на ее бледном лице. Но особенного рода прелесть и достоинства, разлитые во всей ее особе, все более меня привлекали. Он влюбился сразу. Едва познакомился с нею в Смольном институте. В сад Смольного уже стучалась весна. Был март 1839 года. В год знакомства Катеньки Керн и Михаила Глинки произошло еще одно событие. В 1839 году изобрели фотографию. Наступала пора семейных альбомов. Рукописные альбомы красавиц с летящим почерком поэтов и засушенными цветами были обречены. А это фотография Екатерины Ермолаевны. Она так и не вышла замуж за Глинку. Судьба развела их. В 34 года она стала женой адвоката Шакальского и умерла в 1904 году, намного пережив Михаила Ивановича. До самой смерти своей она любила его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня вечер приурочен к 85-летию со дня первого выступления Анастасии Дмитриевны Вяльцевой на концертной эстраде. Это было в 1895 году в Петербургском малом театре в общем концерте выступила молодая ученица профессора Сонки под фамилией Халева. Анастасия Вяльцева Настя Вяльцева Крестьянская дочь Ученица-портнихи Коридорная в скверной гостинице Провинциальная хористка И вдруг Всероссийская слава Почет повсюду и везде От уездного трактира, где поет граммофон до царского села и зимнего дворца. Очаровательная, несравненная, необыкновенная, любимица номер один всех граммофонных фирм. Субтитры создавал DimaTorzok Как пела Вяльцева? Вяльцева пела изумительно. Вяльцева пела с таким огромным вокальным, человеческим и сердечным мастерством, что представить себе это вряд ли возможно. Это надо было слушать, это надо было видеть. Дело в том, что судьба артистов прошлого века и начала нашего века печальная судьба. Техника была еще настолько несовершенна, что звукозапись искажает всю сущность подлинного исполнения. Вы слушаете сегодня великих певцов прошлого и удивляетесь. А почему, собственно, они считаются великими? Почему считают, что они были гениальными певцами? Вы удивляетесь, потому что вы слушаете их и не слышите их. Вы слышите искаженных певцов, искаженные голоса, искаженное исполнение. Наше счастье певцов нашего вот времени в том, что техника достигла таких огромных результатов, что когда мы записываемся и потом слушаем себя, даже нам самим может иногда нравиться. Я не скажу, что мне всегда нравится. Я сам себе не очень нравлюсь. ПЕСНЯ 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 Все хорошо, прекрасная маркиза, Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть, от глупого сюрприза? Ведь это правая руна так. Копыл на что, пусть только дело, Она с конюшнею сгорела. В остальном, прекрасная маркиза, Все хорошо, все хорошо. Алло, паскаль, учиться раду, Какой неслыханный удар. Скажите мне всю правду раду, Когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза, И хороши, как у нас дела. Но вам судьба, как видно и скопило, Еще все приз преподнесла. Сгорел ваш дом, с конюшней вестей, Как бы было бы все это вместе. А в остальном, прекрасная маркиза, Все хорошо, все ночи. Алло, алло, лука, сгорел наш запад, Ах, за счет. Почему мне тяжело? Я мне себя, скажите прямо, Как это все произошло? Узнал ваш дом, прекрасная маркиза, Что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза, И застрелился в тот же час. Упавший мертвым в печи, Он опрокинул без свечи, Попали свечи на камер, И запылал он, как костер. Погода ветреная была, Возламок выгорел до тла, Огонь, усадьбу, все спалилось, И конюшню охватил. Конюшня запертой была, В ней кобыла умерла, А в остальном, прекрасная маркиза, Все хорошо, все хорошо. Пластинки прошлого демонстрировались Вот на такой аппаратуре. Но это еще была уже совершенная аппаратура. Я вспоминаю фонограф, Фонограф Эдисона, Когда еще не было пластинок, Были валики. Я был еще маленьким совершенно мальчиком, Мне был четвертый год, И у наших соседей был один из трех В Одессе существовавших фонографов. Я пришел в гости, И мне поставили валик, На котором была исполнена Ария Ленского, Из оперы Евгения Онегин. Я пришел домой, И я до сих пор не понимаю, Что это было? Моя память такая какая-то. Я не понимаю. Я спел эту арию Моему отцу. Даже со вступлением оркестра. Единственное, что я сделал, Это я пел, Куда, куда вы увалились, Золотые пни моей весны. Получал три копейки. Я уже зарабатывал деньги на пение. Оркестерные дни граммофонные пластинки пережили страшные времена. Старые редкие диски под таких фирм, как граммофон, меняли на пластинки джазовой музыки. Эти пластинки можно было купить, только сдав какой-то бой. И вот пластинки несли на бой для того, чтобы получить модную песенку того времени. И таким образом в то время погибло колоссальное количество пластинок. Мне лично приходилось буквально как нищему стоять у этих магазинов и вымаливать, чтобы эти пластинки, которые не несут на бой, чтобы они их продали мне. Сейчас у меня в собрании насчитывается около 15 тысяч записей. Кроме записей у меня около такого же количества фотографий артистов. Во-первых, самое главное это автобиография их или биографии, составленные мною по рассказам их родственников, знакомых. И другие документы, фотографии, там фиши, программы, рецензии. В общем, все то, что связано с их жизненным и творческим путем. Теперь этого уже не пополнишь, потому что ушли люди. Диски эти еще, может быть, когда-нибудь где-то промелькнут. Но уже сведения биографические, они никогда вы их не восстановите. Кто-то песню вдали, не допев, оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы. Не заметили мы, как дорога крута, как гора высока. Кто-то песню вдали, не допев, оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы. Не заметили мы, как дорога крута, как гора высока. А уже морщинки застыли у рта, легкий ней коснулся песка. ПЕСНЯ Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят. В тридцатые годы Изабеллу Юрьеву называли известная, знаменитая. Если у Вяльцевой был титул звезда граммофона, то Юрьева, конечно, достойна быть королевой патефона. Мой нежный друг... Боже мой, боже мой! Сколько же лет тому назад! Ой, вспоминаю, вспоминаю. Ну, вы знаете, он здесь моложе, чем когда я с ним встретилась. Он был гораздо старше. А это кто стоит? Это Вяльцева. Что вы говорите? Ну, естественно, что это было позже гораздо, когда я с ним встретилась. Вяльцева уже успела умереть. Она же умерла в двенадцатом году. Да, интересно. Мне было восемнадцать лет, я поехала в Ленинград, но хотела, чтобы меня прослушали. Таскин прослушал меня и сказал, мы, деточка, с вами выучим три песни и пойдете, как говорил тогда, с Богом на сцену. Я говорю, не с Богом, а с вашей помощью как-то мне нужно сделать так, чтобы я училась. Нет, вам учиться не надо, потому что у вас природная постановка голоса и вам придется выучить только три песни и пойдете на сцену. А скажите, пожалуйста, будет ли она на хлеб зарабатывать? Я буду ли зарабатывать? Сестра спрашивает. Он говорит, на хлеб, да еще с маслом. Ну, конечно, я была настолько окрылена его словами, и потом первые концерты, когда я спела в Москве в Эрмитаже, я имела колоссальный успех. Ну, меня это очень окрылило. Я уже считала, что я могу действительно выступать. Раньше не было микрофона, не было стереофонической записи, не было декорации, не было оркестров. И мы, то есть певицы, выходили на сцену и пели под один рояль. То есть пели как в лесу, стоишь одна, без всяких вспомогательных средств. Не за кого было укрыться, нужно было иметь голос. Ну, конечно, сейчас бы, безусловно, можно немножко позавидовать, потому что сейчас очень легко петь. Да с оркестром, какая прелесть с оркестром петь. Это удовольствие одно. Мой нежный друг, часто слезы роняю, И с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, Но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости. Аккомпаниатор-гитарист Сережа Сорокин. Ему 13 лет. В руках его гитара, которая прославит его. Но он об этом пока не догадывается. Пока он аккомпанирует сестре Катюше. Она мечтает стать второй Варей Паниной. Увы, ее мечте не суждено сбыться. А вот гитара Сергея Сорокина. Заслушивались этой гитарой Алексей Максимович Горький и Александр Иванович Куприн. Сергей Есенин просил Сорокина, сыграй еще. Под Сорокинскую гитару Много пета, много выпета. Под напев цыганский старый Чон-ту-чен-ты-ры-бы-гая. А сейчас пой, разговаривай, Утешай своих друзей. На мажор струну настраивай, Сердцу станет веселей. Ди-да-ди-да-ди-да-ди-да. Спасибо Довальник, спасибо мне. Тут не так давно встретил меня какой-то человек на улице, остановил, извинился. Я говорю, простите, Александр Федорович, я знаю, что вы много лет были связаны в работе с Сергеем Сорокиным. Вот мне хотелось бы узнать, где находится его знаменитая гитара. Не знаете ли, где она? Я говорю, знаю. Вот она. Вот она, та гитара, сорокинская гитара. Более 60 лет она была в руках Сергея Саныча Сорокина, звучала в его руках. Замечательный, был талантливый русский гитарист. Эта гитара, как говорил Сергей Саныч, французского происхождения. И тут действительно вот на деке остался шифр латинский, но фамилии не разобрать. Федор Иванович Шаляпин, который пел под эту гитару. Слушали ее и Блок, и Рахманинов. Пели под нее и драматические наши, вот, великий актер Владимир Николаевич Давыдов. И оперный Давыдов тоже пел под эту гитару. Пел Николай Николаевич Хододов. Вот иногда говорят, что гитара, это, понимаете ли, это мещанство. Но я считаю, для кого как и в чьих руках эта гитара находится. Утро туманное, утро седое, Невы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица давно позабытые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странной. Многое вспомнишь давно позабытые. Глядя задумчиво в небо широкое, Глядя задумчиво в небо. Глядя задумчиво в небо широкое. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце пожило. Я вспомнил время, время золотое, И сердцу стало так тепло. Глядя задумчиво в небо широкое, И сердцу стало так тепло. И сердце стало так тепло. Глядя задумчиво в небо широкое, И сердце стало так тепло. Глядя задумчиво в небо широкое, И сердце стало так тепло. Глядя задумчиво в небо широкое, И сердце стало так тепло. Глядя задумчиво в небо широкое, Глядя задумчиво в небо широкое, И сердце стало так тепло. Глядя задумчиво в небо широкое, Глядя задумчиво в небо широкое, КОНЕЦ 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 Проходят годы, А молодые сердца по-прежнему откликаются романцу. И всегда многолюдно в концертах, где старинные песни встречаются с новыми. АПЛОДИСМЕНТЫ Тот сладкий миг, его забыли вы. Вы руку жали мне, промчался без возврата. Тот сладкий миг, его забыли вы. Зачем же так любить, меня клялись вы, Боясь людей, боясь людской молвы. И видно просто так, мы с вами разошлись, Свою любовь и ту забыли вы. И видно просто так, мы с вами разошлись, Свою любовь и ту забыли вы. И я живу, покинутая вами, Вы унеслись в далекие края. Мой призрак будет вас преследовать словами, Что ты забыл, то не забыла я. Мой призрак будет вас преследовать словами, Что ты забыл, то не забыла я. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один романс. В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы, Ее глаза в иные дни обращены. Там хорошо, там лишних нет, И страх не властен над годами, И все давно уже друг другом прощены. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, И музыканты все в парадных пиджаках. Но с каждой нотой, Боже мой, Иная музыка целебна, И дирижер ломает палочку в руках. Не оскорблю своей судьбы Слезой поспешной и напрасной, Но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Ведь что мы сами, господа, В сравнении с дамой той прекрасной, И наша жизнь, и наши дамы, господа. Она и нынче может быть ко мне, Как прежде благосклонна, И к ней за это благосклонны небеса. Она, конечно, пишет мне, Но постарели почтальоны, И все давно переменились адреса. Она, конечно, пишет мне, Но постарели почтальоны, И все давно переменились адреса. Сейчас прозвучит старинный русский романс. Не уходи, побудь со мною. Не уходи, побудь со мною, С тобой отрадно и светло. Я поцелуями покрою Твое уставшее чело. Не уходи, побудь со мною, Не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю Своей страстью огневою И напою, и опьянью. Не уходи, побудь со мною. Не уходи, побудь со мною. Пылает жар в моей груди. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, побудь со мною. Не уходи, побудь со мною. Аплодисменты Вечно повод подавать Раздувалам жарких сплетен Когда мы были молодые Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Фонтаны били голубые И розы красные росли Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Но пронзительный мотив начинается Внимание спят друг друга Обхватив молодые Как в нерване И в невежестве своем Молодые человеки Не бум-бум о берегах О серебряных лугах Где седые человеки Спать обнимутся вдвоем Один уснет на веки Хорошо быть молодым Просто лучше не бывает Когда мы были молодые Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Фонтаны били голубые И розы красные несли Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я встретил вас И все былое В отжившем сердце ожило Я вспомнил время золотое И сердцу стало так тепло Как поздней осени порою Бывают дни Бывает час Когда повеет вдруг весною И что-то встрепенется в нас Тут не одно воспоминание Тут жизнь Заговорила мной И тоже вам Очарование И та же в душе моей Любовь И тоже в вас ОТЯРОВАНИЕМ И та же в душе Моей Нюрдю ПЕСНЯ Нюрдю Сурова Нюрдю ПЕСНЯ Иташи души Моей Люд ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!